Отопление в девятиэтажке на Смышляевском шоссе пропало в конце прошлой недели, рассказывает Владимир Шумаков. Виной всему короткое замыкание, которое вывел из строя трансформатор. Он находится на территории предприятия Конструкторское бюро автоматических систем. Из-за замыкания отключилась котельная. Правда, мерзнуть людям не пришлось. К решению проблемы подключились районы администрации, МЧС и компания Самарские городские электрические сети. Слаженная работа позволила оперативно исправить ситуацию. Теплое электроснабжение дома быстро восстановили. Здание подключили к электростанции, которая работает на дизельном топливе. Дом кирпичный, толстые стены, еще пенопласт там снаружи отделанный, отделанный. Так что тепло держит дом. Особенно мне было холодно. По словам директора предприятия, за последние несколько недель старое оборудование давало сбой трижды. И не исключено, что ситуация может повториться. Сейчас занимаемся трансформатором. То есть этот трансформатор летом мы ремонтировали. Но в связи с резкими перепадами температур, я так думаю, результат аварии именно в этом. Оборудование нужно модернизировать. По мнению Юрия Когана, маловероятно, что московское руководство, которое курирует предприятие, выделит деньги. Ситуацию можно решить, если передать электрохозяйство и котельную в аренду специализированной организации, а многоэтажку – в ведении муниципалитета. Но предприятие является режимным объектом, поэтому решение вопроса затягивается. Отчуждение активов – длительный процесс. Директор бюро попросил городские власти присоединиться к переговорам. Однозначно здесь готов помогать, чтобы эту ситуацию разрешить раз и навсегда. Понятно, что и простое предприятие тоже оборачивается определенными проблемами, социальной напряженностью. Но, конечно же, нас в первую очередь волнует жилой фонд в кратчайшие сроки. Понимая модель взаимодействия в дальнейшем, готовим письмо на головную кампанию по тем предложениям, которые вы озвучили. Я их поддерживаю. Глава города Дмитрий Азаров поручил первому заместителю Александру Карпушкину и руководителю департамента ЖКХ Игорю Жаркову к концу недели подготовить конкретные предложения по решению этого вопроса. Лариса Шлафас, Дмитрий Тарасов, События.